Я хочу сказать, я очень рад быть вместе с вами и хочу поделиться словом, которое Господь положил мне на сердце. Мы часто цитируем место Писания, которое очень и очень любим. Это Псалом 102. Если возможно, мы сейчас высветим как раз первые пять стихов, потому что очень часто мы любим говорить это слово, потому что оно прямо просто назидает, оно дает какую-то такую надежду. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови. Давид говорит, моя душа, благослови. То есть он заставляет, не забывай, душа, не забывай. Тело может еще как-то так забыть, потому что мы в этом мире находимся. Но он напоминает своему духу, своей душе прославить Бога за все благодеяния, то есть Божье благое дело к нам. И дальше он перечисляет некоторые слова, принципы. Он прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью, щедротами, насыщает благами желание твое. И дальше, вот это самое интересное, обновляется подобно орлу юность твоя. Когда мы читаем Писание, очень часто, особенно потому, что оно, во-первых, написано евреями, которые могут только что-то такое сказать, и потом нужно еще разбирать, что они сказали. Потому что если вы внимательно почитаете о том, что говорил Иешуа, о чем он учил, иногда думаешь, подожди секунду, надо вернуться обратно, что-то я читал, а не понял, что он имел в виду, когда он говорил это. И вот в этом моменте, когда мы читаем вот это местописание, мы видим интересные слова, которые нас, они очень впечатляют. Особенно вот этот последний, пятый стих, насыщает благами желание твое. У каждого из нас есть желание. У каждого из нас есть желание. У нас есть желание выйти замуж, жениться, машину, работу, квартиру, может быть, даже здоровье, долгих лет жизни и так далее. У нас есть желание, которые у нас, они существуют. И написано, что он, что сделает? насыщает, то есть наполняет благами, некоторыми благами желание твое. Но не все желания, которые у нас есть, они соответствуют кому? Божьим желаниям. Не всегда мое желание может совпасть с тем видением или тем призванием, которое Бог имеет для нас. И когда мы читаем это местописание, мы вдохновлены. Но хотел бы, чтобы мы поняли, о чем Давид пишет. Хотя царь Давид говорит, не забывать благодеяние Господне, потому что он избавляет и прощает, исцеляет и милосердствует, дает милость. Но все же, что же это слово означает, которое мы говорим, насыщает благами желание твое. Знаете, я вам почитаю сейчас еврейский перевод, который очень и очень интересный. Потому что, когда я наткнулся на это местописание, мне даже оно немножко смутило, потому что там написано. Благослови душа моя Господа и все нутро мое имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай все милости Его. Прощает Он все грехи Твои, исцеляет все болезни Твои, избавляет Он от могилы жизнь Твою, увенчает Тебя милостью и милосердием. Насыщает Он благом род Твой. Как немножко так странно. Мне кажется, русский перевод намного интереснее. И обновишь ты, подобно орлу, юность свою. Знаете, вот что-то так вот, уже еврейское какое-то странное понятие. Насыщает меня благом род мой. Знаете, когда ты думаешь об этом, что это за благами. Слово благо там употребляет, слово такое странное, удовлетворяет. Удовлетворяет. То есть, насыщает, значит, удовлетворить. А у нас удовольствия иногда бывает, не хватает. Знаете, вот. Я честно скажу, мы имеем выражение такое очень интересное. Когда мы где-то поехали, куда-то поехали, что-то мы делали, например, на рыбалку где-то, да, или там на отдых, или же еще, ну, вообще провели с каким-то время, мы говорим, я такую массу удовольствия получил. Устал, но удовольствия получил очень много. То есть, получается так, что удовольствие, что-то такое выражение, которое удовлетворяет потребности, которые у нас есть, или которые мы, в чем мы вовлечены. И здесь Бог использует, как раз, вот именно Давид использует слова, которые обращены к Богу. Он насыщает, то есть, он удовлетворяет благами род твой. Знаете, вот это слово можно было бы, конечно, изучить на русском языке, но чаще всего, и лучше всего, потому что это написано на еврите, обратиться к словарям, которые могут объяснить немножко эти слова. Он нас называет, это слово означает насыщать, быть сытым. Есть или пить досыта, удовлетвориться, присыщать, насыщать, удовлетворяться. Конечно, используя слово, он тебя как бы насытит, да, но именно вот здесь слово такое тонкое удовлетворит. Вот божественное удовлетворение, что это означает? Знаете, я могу дать вам разницу, иногда, знаете, вот бывает, что это благо, это удовлетворение, которое мы получаем, оно присыщает. Настолько сильно там слово даже в выражении означает, что оно будет сверхмеры. Сверхмеры. А он просто это дает, сверхмеры. Этот сверхмеры такой, как с тяжестью, вот пригрузился. Чем можно это сравнить? Кто-то из вас уже, наверное, пользовались таким изобретательским искусством, как из Турции, шарму. Кушали, да? Кто из вас кушал шарму? Шарму. Шарму. Кушали, нет? Вот, вот. Нет, кто ее не ел? Ну, как бы, после Советского Союза, скажу, уже так всем, как бы, захотелось чего-то такого иностранного. А вот и, а кто из вас был на свадьбе? На свадьбе были, да? Вот это слово, вот удовлетворить, насытиться, да, вот с таким вот состоянием используется. Это как купить шарму, скушать, да, или же попасть на свадьбу, где можно есть все и без ограничения. Попал на свадьбу, наелся и так подустал немножко, да? Вот это слово, вот, насытился, вот это, удовлетворил, вот этот, аж подустал. Вот это слово здесь, конечно, используется. Бог хочет это использовать, хочет благословить. И говорит, Давид говорит, душа, не забывай, не забывай всех благодетей. Я не говорю, и вот здесь использует Он, Бог, Он насытит тебя, твой рот. Но интересно же, это слово же, слово почему-то используется рот. Почему не сердце? Желание сердца боящихся Он исполняет. Ну, это исполняет, но не удовлетворяет. Почему не вот удовлетворить желание сердца моего? Потому что из этого источника сердца исходят разные мысли, плохие. Поэтому Бог не говорит, что я удовлетворю желание сердца твоего. И здесь Он использует, я удовлетворю или наполню рот твой, чтобы ты удовлетворился. И вот это слово рот, он меня как бы заинтересовал. Думаю, ничего себе, как я говорил уже, евреи как напишут что-нибудь, и вот потом раскапывай. Его перевели как-то, чтобы нам было понятно по-русски. И хорошо, когда свободно, мы себе и строим всякие планы на будущее по-русски, да, а по-еврейски оно немножко по-другому получается. Вот это слово рот используется в Танахе 13 раз. Вот это слово, которое переводится как рот, да. И только два раза оно переводится как рот, а остальное слово переводится 11 раз. Так, что мы не понимаем, почему оно используется. Это орнамент. Вот здесь, вот в этом месте используется слово орнамент. Ну, никто никого благословения не получил из вас, да. Вот написали себе, написали. Вот этот, как хочешь, разбирайся. Но на самом деле здесь используется именно этот орнамент, как для уздечки, который вкладывают в рот лошадям. Вот здесь слово используется, что я удовлетворю тебя, наполнил твой рот уздечкой с орнаментом. Ой, как хорошо. А мы-то думали, что это такие блага и насытится, и чтобы это было хорошо все как бы в нашей жизни. А Бог говорит очень по-другому. И это переплетается, пересекается с тем посланием Якова 3.3, когда написано, что и влагает удила в рот коням, чтобы что? Да, управлять. Другими словами, Бог говорит, что я удовлетворю тех людей, которые способны управлять свой рот, свой язык. Услышите? Не просто мои желания, а которые могут управлять своим языком. Тех я насыщу. То есть я дам удовлетвориться жизнью, понимать то, что я приготовил для них. Я когда начал читать, изучать эти все вещи, я думаю, Боже. Иногда мы смотрим на местописание и хотим видеть то, что мы хотим видеть. А на самом деле, если изучать, если смотреть вглубь, то мы найдем немножко другое. Бог удовлетворяет того человека, который управляет своим языком. Когда мы говорим о нашем устах, о нашем рте, мы всегда думаем это либо о словах, либо об аппетите. Больше ничего не приходит. Мы этим частью тела, мы же кушаем, и этой же частью мы все выплевываем на людей. Когда мы думаем об этом, вот понимание, что аппетит. Если мы не будем контролировать свой аппетит, свои желания, которые мы имеем по жизни, Бог никогда не даст нам удовлетвориться теми вещами, которые мы получаем. Услышьте меня, пожалуйста. Бог хочет нас благословить. Он хочет, чтобы мы понимали, что Он хочет удовлетворить наш род именно теми словами, которые необходимы для благословения. Управлять языком своим есть ключ для удовлетворения жизни. Способность человека управлять своими словами, своими чувствами, есть нечто особенное положение удовлетворения, которое Бог хочет излить в нашей жизни. На примере, я хочу несколько местописания привести. По некоторым переводам там есть, Бог благословляет вещами, то есть вещами, которые необходимы для жизни. Вот от плода уст человека наполняется чрево его. Производимое уст своих, он насытится. Это притча 18-21. Здесь говорит прямо, от плода уст человек наполняет чрево свое. Я понимаю, что никогда никто так не соединял эти слова. Смерть и жизнь во власти языка. Это я продолжаю одно за другим. И любящий его вкусит от плодов его. А дальше, который непосредственно связан, следующий стих, с тем, что прочитал до этого. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, удовлетворение. И получил от Господа это удовлетворение. Но поймите, что когда мы встречаемся, имеем отношения с противоположным полом, мы всегда пытаемся наши уста сделать как? Одеть их красивую уздечку с орнаментом. Пожалуйста, спасибо, милая, дорогая. Как бы мы там услуживаемся хорошо. А когда попал уже в узда, такие, знаете, после свадьбы, так иные. Нужно иметь именно такой подход. Благословение. Тогда, когда ты получаешь то, чему ты при своей уста, ну, как бы сказать, с управлением. Потому что если ты коню поставишь уздечку, как раз вот управление, стоит только вот это поворачивать, и все тело будет поворачиваться. Вадик, направо, налево. Ты даешь команды, только команды давай, и все будет нормально. Вот Бог именно делает таким сравнением для нас. Ты хочешь удовлетвориться своей жизнью? Хочешь? Тогда в твоих устах я должен уметь управлять. Но эта уздечка, вот эта твоя, она будет с орнаментом, благословение. Ты просто будешь наслаждаться тем, что я имею для тебя. Если мы говорим об этом, то кто управляет, кто имеет благословение, кто дает это все? Мы вернемся к тому, к псалму 102, что там написано. Он прощает, Он хранит, Он исцеляет, и Он же дает удовлетворение. Послушайте меня, пожалуйста. Только Бог может дать это удовлетворение. Мы никем и ничего не можем быть удовлетворены, кроме Бога. Абсолютно. Экклезиасты 5.9 говорит, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Кто любит богатство, тому нет пользы от него. Это суета. Я не говорю о том, чтобы мы имели способность приобретать. Я не говорю о том, чтобы у нас не должно быть кладов или же финансовых сбережений. Я не говорю об этом. Я говорю о состоянии сердца, когда мы направлены к тому, чтобы иметь что-то. И никогда мы не сможем насытиться теми вещами, которые временные. Псалом 144.14 говорит, открываешь руку твою и насыщаешь все живущие по боговолению. Насыщает. Бог насыщает. Он удовлетворяет все. Во всех этих стихах используется слово удовлетворяет. Можем ли мы быть удовлетворены? Бог есть чувство, которое мы переживаем. Потому что написано, что никто никогда Бога не видел. Мы можем его переживать, мы можем созерцать, мы можем на него надеяться и видеть его ответ. Но здесь вот это чувство, которое нас никогда не могут подвести, это насыщение своим Богом. То есть быть приближенным к Богу. Что бы вы сегодня не искали, что бы вы не хотели бы в жизни получить, то ли это работу, мужа, квартиру, машину, может быть, перспективы, переезды, все, что связано с временным положением вещей, никогда не смогут удовлетворить нас, потому что нам всегда будет чего-то не хватать. Даже если мы уже в супружеских отношениях, нам чего-то с собой будет не хватать, кто-то чем-то будет ущемлен. Если у нас есть какая-то зарплата, то есть мы не всегда будем удовлетворены этой зарплатой. Но я вам гарантирую, что даже если в малых трудных обстоятельствах, которые вы сейчас находитесь, и вы удовлетворены Богом, что Бог ваша защита, ваша опора, ваша надежда, тогда эти обстоятельства становятся для вас не проблемой, потому что вы удовлетворены. Вы чувствовали себя таким образом когда-нибудь? Даже стесненные обстоятельства приводят нас к удовлетворению Бога, что мы имеем отношение с Ним. Поэтому все временное, которое на этой земле, не может нам дать удовлетворение, потому что сколько бы денег ты не зарабатывал, всегда их не будет хватать. Сколько бы ты не зарабатывал, всегда не будет хватать. Есть люди, которые ставят перед собой цели, какие-то цели, быть миллионером до какого-то времени. Он достиг этого времени, и потом он исчез, он не знает, что делать с собой, потому что это терзает его. И заметили, что в Боге нет предела. В Боге никогда нет предела. Богу невозможно сказать, вот до этого уровня я познаю Бога, а там уже как бы будет, ну, как бы хоть прыгать с крыши. Нет. У Бога всегда есть что-то большее, чем мы ожидаем. Он всегда может нам предоставить большее, чем, знаете, чувство, что мы удовлетворились в Нем. Мы имеем вот это чувство насыщения в Боге. Бог желает, чтобы мы имели эти отношения. Какой же результат? Какой же результат приносит это удовлетворение? Мы, каждый из нас, спросит, какой, что мне будет того, что я буду удовлетворен? Перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, я бы захотел бы зачитать вам 30-ю главу притч. Это, 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 ой, будем говорить так, то, что касается сегодняшнего времени. С 11 стиха. Хотя говорится о поколении, о роде, да, но я верю, что, может быть, я ошибаюсь, но как-то очень сильно пересекается с сегодняшним временем. Сегодня, где мы живем, вот настоящее время. Если мы почитаем, мы увидим нечто. Смотрите. Есть род, который проклинает отца своего и не богословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, когда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерные глаза его и как поднятые ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи, челюсти, нож, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости есть две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых. Четыре, которые не скажут довольно. Преисподня, утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Если вы, ну подожди, это как-то так вот общий, о всех поколениях, но давайте посмотрим. Есть род, который проклинает отца свой и не благословляет матери своей. Нарушение заповедей, которые с благословением. Мы уже об этом говорим несколько, может быть, недель назад или месяц назад, о том, что как важно благословлять своих родителей, как важно проводить с ними время, как важно что-то особенно делать с родителями. Есть сегодняшнее поколение, не хотят и не будут, и наоборот, проклинают своих родителей, например, что они не оставили на какого-то наследства, квартиры, машины, денег и так далее. Это народ или поколение, которое не выражает благодарность за то, что они были выращены родителями при любых обстоятельствах, которые нас окружали. Мы можем увидеть дальше, что есть род, который чист в своих глазах. Сегодня среди молодежи, среди всего они говорят, то, что у вас было, то, что мы считаем чистым, говорят, это вы старые люди, вы же все, вы отстой, сейчас у нас совсем другое. И то, что считалось чистым, сегодня мы считаем, это самое, ну, как бы сказать, молодежь скажет, это просто прошло, не чистым, а чистым, как поведение, так и слова, как и одежда, так и мысли. Сегодня молодежь старается, это ваше время было, сегодня у нас все по-другому. Сегодня этот момент очень трогательный для нашего общества, род, который высокомерный. То есть сегодня, если вы можете посмотреть, молодое поколение пренебрегает даже пожилым поколениям, несмотря на то, что они, может быть, неправы, все равно сарказм, который в сторону взрослого поколения идет, или вообще людей, друг между другом, настолько обострен, что мы можем это замечать и по телевизору, во всех, может быть, фильмах, передачах, это, может быть, в масс-медиа, на улице. Сегодня молодежь, ты говоришь с ним, он тебе отвечает в 10 раз хуже, чем вот этот сам, как бы, сапожник на привозе. И этот момент, он очень сильно, как бы, вот, отличает это поколение сарказм, с поддевкой, с унижением, с надменностью. И об этом говорит Соломон. Есть род, у которого зубы, меч, челюсть. Это молодежь, которая без, знаете, без ограничений, они могут вас унизить при любых обстоятельствах, потому что это им выгодно. Соломон говорит о поколении, которое пренебрегали родителей, извращает истину, называет чисто нечистым, но несмотря на это, молодежь имеет одну позицию, которая сегодня, давай, 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 давай. Это поколение никогда не насытится. Почему они говорят так? Потому что они не удовлетворены, они не насытились, они не удовлетворены теми вещами, в которых они участвуют. И мало денег, и мало общения, и мало дискотек, и мало всего того, что они считают, что принесет удовлетворение для их жизни. Я скажу так честно, если мы посмотрим на реальность всего, проблему не просто общества, в котором они живут. Мы, как верующие люди, мы ответственны за будущее поколение. И мы должны быть на страже своих молитв, прошения перед Богом, и также мы должны учить. Может, мы с вами стали причиной этой проблемы. Я не говорю об общине, я не говорю о верующих, я говорю, как взагали, о людях, которые выросли в СССР. Я сегодня обращаюсь с тем, кто мы, мы выросли в СССР, и мы как будто, знаете, во время перемен, когда началась перестройка, когда начались, можно говорить так, освобождения от всех этих, можно говорить так, тоталитарных таких условий Советского Союза, мы как будто вырвались из зверинца получить свою свободу. Мы начали смотреть на Запад, и то, что Запад предлагал своему народу, мы построили у себя, не говорю за наркотики, пьянство и проституцию, я говорю о тех вещах, которые захлебнули нас, как людей, которые жили когда-то на одну зарплату, помните, мы говорили, чтобы ты жил на одну зарплату, когда мы жили на одну зарплату на заводе, где-то, может, военными, учителями, кто-то был врачом, мы когда-то понимали, что больше мы не сможем что-то сделать, и мы, конечно, кто-то имел маленький дешевт, немножко подрабатывал, подшивал, встречался, маленький дешевт, но мы большинство нашего времени уделяли отношениям во дворе, выйти во двор, посидеть, кто-то в домино играл, кто-то пообщался, кто-то поговорил с Тетей Мотей, и так далее, как бы посидели, вытащили стол, имели, как бы покушали, поиграли, сочелки поели, и так далее, с Советским Союзом, с развалом Советского Союза произошло что-то обратное, мы, как будто вырвавшись на свободу, посчитали, что нашим приоритетом стало заработать денег и выделиться среди общества, если они правы, можете поправить, и вот может быть, заложив эту мину замедленного действия, сегодня мы видим этот эффект, который произошел, мы заложили это отношение ненасытимости для наших детей, и мы им потыкаем в этом, они говорят, давай, давай, и мы говорим, на-на, возьми, что еще тебе нужно, и этому пределу может быть, не быть конца, мы, которые выросли в СССР, понимаем, что мы, может быть, имеем какую-то проблему с этим, и нам нужно выйти из нее, мы вспоминаем молодость, мы можем вспомнить прошлое, и сказать, как мы жалеем об этом, но все равно, когда мы определили себе чувство неудовлетворенности в финансовых чувствах, мы никогда не смогли преодолеть эти чувства ненасытимости, удовлетворения, и, честно говоря, невозможно всех денег заработать, невозможно, но если мы поставим приоритет отношения в семье, отношения с Богом, в общине, мы сможем иметь баланс, который мы можем передать нашим детям, что финансы, вопросы карьеры не решают всех вопросов душевных, душевных вопросов, что нам нужно все-таки перемены с Богом, обновлять, слово, которое говорится дальше, обещание, обновляется, словно орло, юность твоя, Соловон использует аналогию орла как причину, знаете, это причина, орлы созданы творцом, они не мутировались из воробья в орла, вы понимаете, они созданы творцом, Бог создал орла с возможностями, которые превышают человеческие возможности, поэтому Писание очень часто сравнивает человека, отношения к Бога, отношения к человеку, и что Бог хочет для человека, чтобы как орел обновилась юность его, Он может поднять два раза больше, чем человек, по сути, имеется ввиду, больше, чем свое тело, может поднять орел, Он четыре раза дальше и четче видит, чем человек, хотя строение глаза почти одинаково, чтобы вы понимали, Он может это сделать, каждый год, каждый год обновляется его перья, каждый год, каждый год, когда я говорю об этих вещах, я понимаю, что для некоторых обновление юности как-то не касается, потому что вы молоды, но для тех, которые после сорока, мы уже как-то так думаем, ага, как бы это поскорее, и мы как-то смотрим на это место Писания с надеждой, что обновится юность моя, для зрения, например, уже мы очки начинаем носить, силенки не те для многих из нас, на второй этаж по лестнице прошлись, а потом забыли еще сколько нужно подняться еще наверх, чтобы попасть в свою квартиру, и чаще всего, когда нас спрашивают наши дети, мы их переспрашиваем не потому, что мы любопытствуем, а потому, что мы что-то, мы понимаем, что наши, мы идем где-то к старости, этот стих для нас должен быть каким-то таким наслаждением к юности, как в еврейском анекдоте, знаете, Сема, мы вчера были в шикарном ресторане, что-то за название, ой, что вы мне морочите голову, лучше помогите, оно бывает красным и бывает белым, винодел, говорит, не-не-не-не, оно еще с шипами, ну да, роза, да-да, розочка, где мы были вчера в ресторане, для молодежи, как бы, юность, это как бы, вот, для нас уже, тех, кто уже пересекли какую-то сторону Моисея, где-то так вот в 40 лет уже думаем, как бы его обновить, знаете, многие из вас, может быть, не знают, но орлы погибают или умирают чаще всего от того, чтобы никогда к вам в голову не придет, никогда не придет в голову, самая большая смертность среди орлов, это тогда, когда они тонут, тонут, вы скажете, подожди, орлы что, тонут, что плавают? Не, не плавают, это не утка, это, это, представьте себе этот в мире животных, помните, когда нам показывают часто в мире животных и рассказы об орлах, и чаще всего показывают те фрагменты, где орел охотится, и чаще всего он охотится на кого? Рыбу, правильно, на рыбу, и когда орел хватает рыбу, которая больше, большого веса, и рыба успевает захватить возможность уйти на глубину, она вместе с собой тянет орла, но, как говорится в Одессе, жадность фраера сгубила, и вот этот момент для жадности орла, который ненасытимостью, его топит, это самый большой процент смертности орлов по причине, что они тонут в воде, когда ловят рыбу, знаете, у нас тоже бывает такая вещь, которую мы называем ненасытимость, неудовлетворенность, и мы всегда где-то мы хотим что-то больше сделать, схватить больший кусок, сделать лучше из жизни, и это все может нас захлебнуть, если мы на самом деле хотим обновиться как орлы, то мы должны полететь, не путануть, а полететь, и Бог поэтому говорит, что обновиться сила, юность твоя обновится, мы получаем удовлетворение от Бога по благодати, довольство это быть удовлетворенным, мы говорим благослови душа моя Господа и не забывай всей милости Его, когда я думаю об этом, о милости, я всегда не могу избавиться от мысли, что милость Бога это не что иного как привилегия, привилегия, привилегия от Бога, который неверующие не могут пользоваться, когда я говорю о милости, я сразу вспоминаю, что я недостойный, но по великой его милости, это по великой привилегии, которую имею я от Бога, и этой привилегии не могут воспользоваться неверующие люди, не забывай всех привилегий Господних, я не силен в бухгалтерии, я не силен, я не силен в вопросах вести компании и так далее, но я понимаю, что мне пришлось читать много украинских законов, и особенно о том, что в Украине есть закон о трудоустройстве, есть такой закон о трудоустройстве, есть, и я понимаю, что с украинским законом есть люди, которые взяты на работу, на полную ставку, есть люди, которые могут быть взяты на половину ставки или четверть, есть такой, да, то по закону можно на полную ставку и половинка и четвертушка, Но я заметил, что люди, которые взяты на полное обеспечение, то есть на полную ставку, имеют больше привилегий, больше, может быть, поощрений и больше, например, пенсии от государства, нежели люди, которые взяты на полставки и на четверть. Если я могу ошибаться или нет. Насколько я знаю, это да. Что люди, которые на полную взяты, они там еще есть профсоюзные, там еще и так далее, там есть привилегии. Как я могу сравнить Божие благоволения, Божие расположения, не забывать все благодеяний Божьих. Этих привилегий. Душа моя, не забывай всех привилегий от Господа. Он прощает, он говорит, да, прощает, но с этими еще есть привилегия. И привилегия, вот прощение, освобождение, исцеление и насытимостью, то есть удовлетворением в Боге, Божьим удовлетворением, могут получить только те, которые на полном работе. То есть на полной оплате, на полном посвящении, на 100% посвящении. Есть много верующих, есть много верующих, сегодня наша страна называется христианская, да. Но мы понимаем, кто-то вообще на четвертушку смог себя посвятить Богу, прийти поставить свечку, помолиться там каким-то святым, что-то еще там сделать, так и так далее. Кто-то наполовину мог там еще, ну, на праздники приду, какие-то еще особенные все, это хватает. Но есть особенное боговоление и Божье удовлетворение. Хочешь удовлетвориться Богом, и Он тебя удовлетворит. Написано, что Он да, это сделает, если мы поймем, что Его привилегия. Только к тем, кто посвятил себя Богу. Сегодня я хочу к вам обратиться вот именно таким образом. Пережить Божье удовлетворение. Удовлетворение не от того, что ты имеешь в этой жизни, а с кем ты общаешься. Потому что общение с Ним дает больше удовлетворения, нежели с тем, что ты имеешь. Перед тем, что я призову вас к одному действию, я просто хочу рассказать мою историю. Мы не так часто встречаемся с детьми по причине сейчас их местожительства по разным местам. Но раньше мы, я лично, катался с ними на коньках, на роликах, на велосипедах. Мы Татьяну оставили дома, мы садились в машину и на быстрой скорости гоняли по Одесским улицам. Они визжали у меня в машине, кричали. Мы садились потом по вечерам иногда, играли на гитаре. Я знаю, только четыре аккорда всего лишь. И мы тогда сидели, играли. И знаете, это время, которое я мог потратить своими детьми. А до этого, когда были маленькие, я всегда время, которое я мог выделить из работы, из рабочего времени, я оставлял и шел с детьми играться. Они прыгали, они визжали, они кувыркали, что-то грязное, побивался. Даже мы устраивали бойцовские, на кулаках, до крови. И то все равно потом смеялись и так далее. Мы проводили время. И так случилось, что мы не можем так часто провести время сейчас. Зачем я очень скучаю? И несколько лет назад, когда мы должны были встретиться с детьми, поехать в Америку, нас ждали на охоту, на рыбалку, поездки. Мы не смогли приехать вовремя. И мы приехали на второй день. И Джошуа позвонил, говорит, слушай, да здесь так классно, слушай. Здесь все так, мы там оленя пострелили, там что-то еще, как бы так вот, и рыбу там ловили, и все такое. Я приехал, и мы, конечно, покатались на машине, там стрельбу устроили. Потом рыбу начали ловить, ничего не поймали. И я говорю, уже вечер, под вечером, сынок, ну прости меня, что я не смог с тобой провести время. То есть, как бы, я должен был быть вчера здесь. И мы бы, наверное, больше было бы, наверное, удовлетворение. Он говорит, папа, сегодня день лучше, чем вчера. Потому что ты был со мной. Это лучше, чем вчера, чем я имел все, что у меня было. Вопрос, с кем мы проводим время? Есть отец, который нас любит и желает провести с нами время. Хотим ли мы с ним провести время? Хотим ли мы удовлетвориться им или чем-то другим? Вот этот вопрос, который мы можем поддать себе. Вот, знаете, этот местописание, которое привел, Бог хочет насытить, удовлетворить нас, вложив в наши уста удила, прекрасный, разрисованный, торжественный, чтобы мы были подчинены Ему. Не потому что Он хочет управлять, куда Он хочет, а чтобы мы были готовы провести с Ним время. Грядет это, вот в сентябре у нас будет эта большая акция «Ощути время перемен». Многие из вас пережили Господа, пережили эту перемену в своей жизни, где вы нашли Отца, с которым вы можете общаться, с которым вы провели это время. есть возможность также достичь тех, кто этого не пережил. Поделись тем, что ты имеешь. Сделай в жизни другого человека эту перемену, чтобы он пережил это. Чтобы царь царей, Господь Господь, который убил на Голгофском кресте, стал их отцом. Чтобы они могли сказать, я благодарен тебе. Мы действительно уже удовлетворены, может быть, тем, что у нас есть. Может быть, неудовлетворены. Мы что-то ищем еще больше. Больше работы, больше ситуаций. Но я вам скажу, вы не сможете получить полного удовлетворения. Потому что у него не будет конца по плоти. Не будет конца. Есть удовлетворение, когда ты с Богом. И я вам скажу, достойно того, чтобы одного человека привести к Господу и получить внутреннее удовлетворение от Бога, что ты это сделал. Что ты не пустыми руками войдешь в Царство Небесное. Поэтому, может быть, сегодня все будут готовы поучаствовать. Я уже не говорю о том, что там нужно были дизайнеры, там нужно было куча-куча всего. Несколько людей из нашей общины, они присоединились к этой массовой евангелизации, свидетельства и так далее. Я сегодня прошу людей, которые готовы сегодня, после практики такой, принимать звонки. 20 человек в течение месяца. Это не значит, что все сразу будут там быть. Там могут в свое время, по несколько часов там быть. Принимать звонки, записывать. И 20 человек, которые после этой акции или во время этой акции смогут просто пойти, нам дадут эти адреса, книгу, которая так и называется, «Сила перемен». Пойти, сказать, вы заказывали эту книгу. Я хочу вам просто ее подарить. В ней вы найдете ответ для ваших перемен. Если вы не против, оставьте ваши контакты. Я хочу за вас помолиться. Мы сможем достичь много людей. Я вам скажу так. В Киеве, когда произошла эта акция, у Филиппа Савочки в тот год было 800 водных погружений. 800. Люди сделали изменения. 15 тысяч звонков за месяц. С разных регионов, особенно с Киева. Я хочу сказать, что у нас есть возможность неоденарно, неоденарно посмотреть на эту ситуацию, как мы можем дальше достигать людей, кроме просто так подойти к человеку и сказать, хочешь узнать Иисуса, Ишуа, Мессии. А на самом деле, что-то сделать и получить внутреннее удовлетворение. 40 человек, а может быть больше. Мы, как община, можем сделать намного больше, чем другие церкви хотят сделать, чтобы получить больше адресов. Я верю в это. Сила перемен начинается с наших перемен, если мы хотим эти отношения с Богом. Я бы хотел, чтобы мы сейчас встали наши ноги. Я бы хотел, чтобы мы сейчас встали наши ноги.